Продолжаем движение. Эта серия будет финишная, в конце серии я буду уже в Томске, затем будет короткая серия, это движение по городу, вот такой небольшой, насколько хватило возможности обзор города. Конечно не по центральной части, но посмотрите кому интересно будет посмотреть, это будет по моему 16 серия, заключительная. А в этой серии повторю финиш в городе Томске. Полотно дороги сами можете оценивать, об этом я уже много говорил. Затем после короткой серии по городу Томску я размещу видео, небольшое короткое движение по Москве. Продемонстрирую возможности видеокамеры SG-CAM 6 LEGEND, которую настроил в режиме видеорегистратора. Чтобы могли сравнить картинку, насколько она отличается от стандартного видеорегистратора. Затем опять таки рассчитываю сделать видео, ответить подписчикам, кто интересовался как я монтирую видео. Как я монтирую видео. Короткий такой, тоже на одно, может быть на три минуты такое короткое видео. Кому интересно смотрите. Сейчас почитаю сообщения и комментарии и попробую на них ответить. Логин подключения к медиасети. Здравствуйте, видео дорог России. Просматриваю интересные каналы, мы обратили внимание на Ваш. Это партнерская программа, мне предлагают сотрудничать. Такие предложения поступают довольно-таки часто. Я сейчас заключил партнерское соглашение с одной компанией. Ваш. Посмотрим, как это отразится на канале. Ютуб ютубов. Это логин. Спрашивает, сколько серий будет. Касательно этого маршрута. Извиняюсь. Вот сейчас с правой стороны разметка идет. Это желтая или оранжевая. По разметке, по правилам дорожного движения я поговорю чуть-чуть попозже. А сейчас продолжаю отвечать на вопрос. Сколько будет серий? Ну, я ответил. Касательно вот этого маршрута. То вот это к финишу, что ли, считаете? Финишная. Ну, а следующая серия такая короткая по городу Томск. Логин Антон. Извините меня за мой английский. Как умею, так читаю. Пишет. Включайте иногда эфир 15 канала. Иногда весело послушать, а иногда полезно. Это не то, что это иметь ввиду, а такое у меня в планах есть. Что даст бог в следующей поездке. Снимать буду на видеорегистратор SG-CAM6Legend и комментарий писать на диктофон. Как он называется? Ну, это китайская штучка, на которой сейчас я записываю комментарии. На 15 канале много интересного можно послушать. поучительного. Там, к сожалению, и нецензурная лексика. Поэтому, чтобы не схлопотать предупреждения от YouTube, я стараюсь эти места или удалять, или как-то заглушать. Но все заглушить, все удалить невозможно, потому что большой объем записи просто можно банально пропустить. Когда будет такая лексика, я в начале видео буду писать предупреждение 18+. Если не ошибаюсь, сейчас мы повернули в сторону Томска. Наблюдайте за надписью слева внизу. Так. Про 15 канал я ответил. Логин YouTube YouTube спрашивает, из какого я города? Отвечаю город Москва. Владимир Потапов логин спрашивает, а где звук? Дело в том, что я проверил. Звук воспроизводит нормально. Не знаю, почему у вас нет звука. Затрудняюсь ответить. Логин Ирина Носкова пишет. У меня тоже нормально, все со звуком. Ну вот, надо Владимиру Потапову логин. Что-то у себя там искать. Так. Логин. Артем. Б. С. Ф. Т. И. Р. Дж. Не, ну он издевается надо мной. Пока прочитаешь логин. Короче, Артем с набором букв. Хочу выразить вам благодарность за то, что снимаете и выкладываете видео своих поездок по России. В течение года я просмотрел практически все ваши видео за 2015-2016 год. Особенно понравилось видео Хабаровск, Москва и Екатеринбург, Владивосток. Очень интересно и познавательно. Хотел вас спросить, все-таки большие расстояния для вас самое сложное в таких дальних поездках? И что за авария у вас была на трассе Амур? По дальности поездок я много отказываюсь от поездок. По моей классификации есть близкие и дальние расстояния. Близкие расстояния, но это до 3000 км. Сложность я объясняю тем, что на короткие расстояния, это до 3000 км, когда организм только адаптируется к такой нагрузке, сложновато. Первый, второй день. А на третий, на четвертый день наступает второе дыхание. И поездки приносят большое удовольствие. Особенно если на третий день движения еще принять там душ. Это вообще не езда, а просто мечта, сказка. Так, относительно аварии на трассе Амур. Да, у меня есть видео, можете найти его в моем архиве. Называется за 15 секунд до ДТП. Ладно, я сейчас отвечу на остальные вопросы и комментарии. Ну а потом вернусь вот к ДТП на трассе Амур. Логин Антон Минч пишет. Без ускорения все-таки лучше по часу смотреть и морально, физически легче. Лучше по чаще части выкладывать. Так, раньше были сообщения, в комментариях писали, что самое лучшее это ускорение в три раза. Когда я разместил видео Владивосток-Москва с ускорением в четыре раза, мне порекомендовали снизить до трех раз. Я ускорил в три раза. Затем стали писать, что нужно в два раза. В два раза. Потом без ускорения. В общем мнение разное. И я думаю так, что по всей вероятности я пока нет своего сайта открою еще один аккаунт, на котором буду размещать видео в реальном времени, с комментариями в реальном времени. А на основном канале, наверное, буду делать в три раза. Это чисто информативно, чтобы можно было ознакомиться только с состоянием дорожного полотна и инфраструктурой. Но это для тех, кто собирается в дальнюю поездку. Автотуристам, автопутешественникам. Они смогут рассмотреть красоту окружающей природы, ландшафта реально из окна автомобиля. Это будет для них чисто справочный такой материал. А на другом аккаунте я размещу видео в реальном времени. И, наверное, серии там будут не по часу, а, наверное, по полчаса с моими комментариями, со всеми моими мыслями и размышлениями. Логин. Логин. Рабочая понька. 33-я минута. Ермач. 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 Что такое? Откуда это? Из окна поезда, что ли? Есть у меня такая рубрика. Ну, я не знаю. 33-я минута. Ермач. Это был логин. Рабочая понька. Логин. Владимир Потапов. В 13-й серии есть звук, а в 14-й нет. Уверяю, и в 14-й звук тоже есть. Логин. Александр 7-й. Желтая линия разметки со стороны обученной. Это разметка 1.4, которая говорит, что на нее в протяжении запрещена остановка. К правилам дорожного движения я вернусь немножко попозже размышляю. А сейчас Ирина Носкова пишет логин. Логин Ирины Носкова. Как непорядочно ведут себя гаишники. Сначала я думал, что они сопровождают фуру. Ирина Носкова. Это я связался с... Это я по телефону общаюсь с человеком, которому буду передавать автомобиль. В 14-й. А если вы подойдете, то я не знаю. Так, ладно. Значит, продолжаю. Логин Ирина Носкова. Как непорядочно ведут себя гаишники? Сначала я думал, что они сопровождают фуру. Но могли бы мигнуть правым поворотником, типа не бойтесь, обгоняйте. А нет. Специально держат транспорт и смотрят, что будет, с кого можно урвать. Абсолютно согласен, Ирина. Абсолютно согласен. Но от непорядочных гаишников еще как грязи. То есть они в детстве впитали у себя 10-15 лет назад, что дорога это источник дохода. И вот как результат всего этого. Да, есть непорядочные, но редко встречаются и порядочные. Всех одной краской мазать не буду. Да. Так. Далее. Логин Рабочая Понька пишет. 14-28 река Пышма. 18-04 Геланский. 25-00 Пышминская. Ну, это указано время и детализация участка дороги. Я крайне благодарен за такую детализацию. Это здорово помогает при просмотре видео. Потому что во время движения мало внимания обращаешь на населенные пункты. и как-то это все опускается. А вот... Да, это, кстати, Россия из окна поезда. О, Господи. Так. Это он детализирует вид из окна поезда. На какие точки я проезжаю. 14-28, 18-04 и 25-00. Так. Все. Комментариев больше нет. Сообщений нет. Поэтому возвращаюсь к Артему. Набор букв. Который изделается надо мной. И что за авария у вас была на трассе Амур. Значит, да, это было давно. Случилась следующая история. Был маршрут Чета-Благовещенск. Зимой, по-моему, декабрь месяц. Но до этого в сентябре я проезжал по этому участку Хабаровск. И летом того же года. То есть, трассу я знал очень хорошо. Ну вот, навигатор заставляет меня снизить скорость. Давит на нервы своим пиком. Это хорошо. Так. Под завязку заправился в Чете. Знал примерно, где заправочные станции. То есть, проблемы с заправкой не должно было быть. И выдвинулся. Первая остановка, где планировал заправиться. Видите, сколько бабочек летает? Это не мусор, это не помеха. Очень много их на дороге было погибших. Так. И выдвинулся. Подъезжаю в Чернышевск. Приезжаю в Чернышевск. На заправке шланги завязаны. Бензина нет. Но я не особо волнуюсь. Двинулся дальше. Проезжаю еще одну заправку, о которой знал. Тоже шланг завязан. Это меня уже стало настораживать. Третья, четвертая заправка. Там, кстати, тоже есть такое видео. Под названием на трассе Амур. Нет бензина. Тоже сообщили, что бензина нет. У меня оставался резерв топлива. Примерно на 100 километров. Там оставалось меньше четверти бака. Ну и я решил, значит, ждать. А температура минусовая. Там ночью под минус 40 опускается. Думаю, если я останусь и бензина не будет, я вообще автомобиль потом не заведу. И мне заправщик, там дядька один, говорит, вот через 100 километров в Семиозерной, там гарантия бензин есть. Там люди заправляются. И я совершил очень большую глупость, ошибку. Не знаю, ошибка это или нет. Но у меня не было запаса бензина в канистре. И я рискнул, поехал. По дороге связался с дальнобойщиками. Услышал их разговор, они там трындят между собой. Я вмешался в разговор и попросил, говорю, ребята, если увидите стоящую на обочине маленькую машинку с мигающими аварийками, большая просьба взять меня на буксир и дотащить до Семиозерного. В ответ получил заверение, что не вопрос. И я ушел вперед. Оставалось примерно километров 10, даже меньше километров 5, наверное, до Семиозерного. Дорога стала идти на подъем, такой небольшой подъем. Только заехал на подъем и вдруг у меня машина глохнет. Кончился бензин. Он стек в одну сторону бака, небольшой подъем. Я включил аварийку, жду. Слышу в эфире, в эфире появились голоса. Двое, две машины ехали, два дальнобойщика ехали. Я связываюсь по радио, говорю, ребята, так и так. Я приехал, кончился бензин. Они остановились. Первый меня подцепил, второй едет сзади. Договорились так. Дорога шла, небольшой подъем был. И движение в одну сторону, попутном движении было две полосы. Встречная была одна полоса. Но уже было темно, уже видимость очень плохая. И он мне говорит, ведущий, ты выдвинься на левую полосу. Я буду двигаться по правой полосе, чтобы я тебя видел. Договорились, поехали. Двигаемся. Вдруг смотрю, две полосы исчезают. Появляются две встречные полосы, а в попутном направлении одна. Естественно, я двигаюсь за водителем. Меня не видно. В этот момент начинает в окна лобовое стекло лететь. Это снежная ледяная крошка. И машина начинает тащить то вправо, то влево. Я не успеваю взять рацию, крикнуть ему, сбавь скорость. Как в этот момент рвется буксировочный трос. Поксировочная лента. Хруст, удар, все. Дальше ничего не помню. Пришел в себя. Машина заглохо стоит. В общем, я в машину не вышел, никого нет. Пока было без сознания. Ребята уехали. Я посмотрел, машина разбита. В общем, вот такая ситуация. Горький опыт. Обязательно нужно брать с собой резервную канистру с топливом. Соляркой или бензин. Кто на каком топливе едет. Два дня я протопчал на трассе. Ночью температура опускалась за минус 40. Ох, байкер. Полетел парень. У меня скорость за 100. Ну и... Тогда, когда случилось ДТП, машина была застрахована по полной. По ОСАГО и по КАСКО. То есть, компания ущерба не понесла. Они, наоборот, даже были рады поменять. Купить новую машину. Ну, бог с ним, это финансовая сторона. Проходит очень короткое время. Не помню там сколько. Может минут 10-15. Как появляется ДПС. Они из Могольщи двигались в Семиозерный. И вот увидели ДТП. Остановились. Оформили. Ну, вдохнув в тропку. Написали. Они посмотрели. Вот. Составили протокол. Потом уже вернувшись домой и посмотрев по карте. У меня, я говорю, был этот маячок, который отслеживал направление моего движения. Позиционирование на местности. Скорость. Вот такие параметры. И вот в момент аварии там видно, как стрелка развернулась в обратную сторону. То есть в момент удара зафиксирована эта GPS-навигация. И скорость в этот момент буксирования была 89 км в час. То есть ледяная поверхность, крошка. Вот такой вот печальный грустный случай. Поэтому, отправляясь вот на Дальний Восток, не знаю, наверное, в ближайшие там 2-3-5 лет, я бы рекомендовал брать с собой запасную канистру горючего. Вот такой печальный случай. Видео называется «За 15 секунд до ДТП». Можете найти, посмотреть. Но там ничего такого интересного нет. Теперь по желтой линии. Александр 7-й желтой линии разметка со стороны обочины. Это разметка 1-4. «За 15 секунд до ДТП». Значит, что я скажу по этому вопросу? Правила дорожного движения, это моя позиция, моя убежденность. Правила дорожного движения написаны кровью. Несоблюдение их ведет к очень серьезным трагическим последствиям. Я призываю всех всегда и везде соблюдать правила дорожного движения. Это просто жизненно необходимо. Но в то же время у меня есть вопросы по правилам дорожного движения. По тому, как к ним относятся дорожники и те, кто обязан следить за установкой дорожных знаков. Зачастую, не часто, но иногда, довольно-таки нередко встречаются случаи, когда знаки противоречат друг другу. Когда знаки вводят в заблуждение. И вместо того, чтобы помочь водителю как-то сориентироваться и быть помощником, они становятся, наоборот, провокаторами каких-то неприятных случаев, моментов. Как-нибудь об этом расскажу отдельно. Насчет дорожной разметки. Горизонтальная дорожная разметка. Пункт 1.4. Говорит о желтой разметке. Горизонтальная дорожная разметка. Она используется в городе, но, как видим сейчас, и на трассе тоже. Кто мне может объяснить разницу между желтым и оранжевым? Я всегда считал, что при дорожных ремонтных работах используется желтый цвет. Это оказывается оранжевый. Вот, честно говоря, хотелось бы посмотреть в глаза вот этому специалисту, кто вот эти цвета как бы узаканивал в правилах дорожного движения или узаконивал. Вот на трассе двигаешься, с правой стороны желтая полоса. Грязная, там пыли какие-то, я не знаю, ну загрязненная. Какого она цвета? Желтого или оранжевого? Давайте тогда уже введите и бежевый цвет, светло-бежевый. Бежевый цвет, там, крема какого-нибудь. Есть основные цвета, желтый, красный, зеленый. Вот цвета светофора, вот эти цвета должны приниматься и в дорожной разметке. Оранжевые. Вот сделайте правую обочину желтым цветом. Линию, которая запрещается пересекать, сделайте красным цветом. Там, где можно съехать на обочину, сделайте зеленым. Ну, ё-моё, чего выдумывать-то это самое, ковыряясь, не знаю в каком месте, водить людей в заблуждение. Это люди или ни разу из города не выезжали, или передвигались только по своему кабинету в мягком кресле. Дорожная разметка должна четко и ясно информировать водителя. Ну, не хотите использовать желтую для боковой крайней полосы, но сделайте ее зеленой, сделайте ее синей, чтобы не вводить в заблуждение. Вот, если вернетесь к Сирии, где я двигался к Ярославлю со стороны этого, как же, господи, Переслава-Залезского, вот обратите внимание на этот участок дороги. Я там несколько раз ездил и каждый раз при движении бросает горячий пот в жар, когда видишь, что с правой стороны от тебя сплошная, а за ней проезжая часть шире, чем ты двигаешься по полосе. То есть обочина шире проезжей части и бросает пот, что ты двигаешься по встречке. Вот тогда я стал акцентировать внимание на то, что нужно разметку эту менять. И не нужно инструкции 1937 года, давно уже нужно пересмотреть и принять нормальную цветовую дорожную разметку. Оранжевый, желтый. Для кого-то оранжевый, например, для меня, что оранжевый, что желтый, это одного поля ягода. Это раз, а потом в зимнее время, когда дорога занесена снегом, и трудно разобрать под слоем снега, под слоем песка, грязи. Какой цвет? Желтый это или оранжевый? Еще раз повторю, правила дорожного движения написаны кровью, написаны жизнями людей и несоблюдение их, может быть, не то что печальными, но катастрофическими. Но ни разметка, ни дорожные знаки не должны вводить в заблуждение водителей. Тем более, когда двигаешься по межгороду, ты обращаешь внимание на полотно, знаки, цвет разметки. Ну, может быть, там проехать час-два-три, как-то можно быть, а более длительное расстояние. Еще раз говорю, необходимо, мое мнение, пересмотреть цветовую гамму дорожной разметки. Убрать оранжевые, вот пусть будет желтые, красные и зеленые разметки, цвет светофора. Так, разошелся я, да? Так, все, сообщений и комментариев больше нет. Давайте вернемся к дороге. Так, осталось двигаться примерно полчаса. Даже меньше. И мы окажемся в славном городе Томске. Я там ни разу не был. Ну, думаю, что и некоторым из вас тоже будет интересно это посмотреть. Красивый пейзаж. Живописные деревья, они всегда зелень радуют. Но вы можете наблюдать, какое количество бабочек, летающих пархатых. На дороге их тоже немереное количество. Но, к сожалению, видеорегистратор, слишком грубая матрица у нее, не может передать. Так, вернусь, наверное, к своей гордости, не то чтобы гордости, а к своему приобретению. И, конечно же, с UGICAM 6 LEGEND. Очень много настроек. Очень много полезных функций. Начал его тестировать. Ну, скажем так, он превзошел даже мои ожидания. Хотя есть серьезные замечания по этой продукции. То есть, я повторю, что там нет GPS-приемника. И поэтому, по всей вероятности, если предстоит такая оказия дальнейшая поездка, то придется весь маршрут писать на диктофон и потом синхронизировать его, накладывать на видео, удаляя запись оригинала. Первое впечатление, которое произвел на меня этот UGICAM LEGEND, это то, что очень хорошая картинка. Очень хорошая картинка. Ну, по крайней мере, мне понравилась. Так что, после размещения всех серий, так, послышалась музыка. Значит, где-то в пределах, может быть, 40, может быть, меньше километров, появится славный город Томск. Так, а мы уже давно двигаемся, по-моему. Нет, какая еще в Кемеровской области. Не знаю почему. Может быть, навигационная система. Может быть, Томск находится в Кемеровской области. Ну, тут я слабоват, поэтому не судите строго. Не судите строго. Пианист играет, как умеет. Не стреляйте в пианиста. Помните надпись в ресторане или на театре? Не стреляйте в пианиста, играет, как может. Так, двигаться примерно еще полпути. Что-то я посмотрел. Думал, остались считанные минуты. Еще примерно полчаса, даже больше. Дорожное полотно. Вот представьте, сейчас двигаюсь за грузовиком. А если обочина будет шириной примерно как полторы проезжей части, какое у вас возникнет ощущение? Перемудрили ребята световой гаммой. Может быть, когда-то она и была востребована. Я говорю о знаке. Теперь, наверное, расскажу немного о знаках. Сейчас точно вспомнить не могу. По-моему, в Пермском крае стоит знак снятия всех ограничений. Круг, перечеркнутый тремя полосками. Снятия всех ограничений. С левой стороны прерывистая белая. Впереди, со скоростью примерно 50-60 км двигается фура. Человек, который едет в первый раз. По-моему, стекло помыть надо. По-моему, стекло заляпали. На регистраторе не видно, что стекло заляпанное. Визуально смотришь, на самом деле такие расплывы, размазанные по стеклу насекомые. Достаю, по всей вероятности, для мытья стекол. Использую в автомобиле. Влажная салфетка очень хорошо удаляет загрязнение. Очень хорошо очищает стекло. Не жадитесь, отправляясь в поездку, берите с собой вот такую жидкость. Не просто водой, не просто какой-нибудь химией, а вот именно для очистки стекол. Это я, собственно, персоной. Не Алон де Лон, а какой есть. На дальнюю поездку, например, до 5000 км, надо два флакона брать, особенно в летнее время. Но автомобиль уже с пробегом, изношены дворники, поэтому они оставляют за собой такие полосы. Двигаемся дальше. А, да, вот, про знаки. По-моему, в Пензенской области. По-моему, точно не помню. Но таких областей немало по России. Знак снятия всех ограничений, прерывистая слева, впереди медленно движущийся транспорт, фура или больший груз. Набираешь скорость, идешь на обгон. И в этот момент, когда тебя фура прикрывает от дорожных знаков, стоит знак ограничения скорости 40 через буквально 15 метров 20, через еще там 50 метров 10 километров в час. А ты уже пошел на обгон и не видишь этих предупреждений, и вдруг перед тобой лежащий полицейский. Вот, вы знаете, картина малоприятная. Зачем вот так делать? Зачем вот так провоцировать людей? Ну, мы поставили знак предупредить и снятие всех ограничений, и лежачий полицейский. Никто уже не полетит на обгон. Я уже знал эту особенность, поэтому, вспоминая эти участки, и визуально начинал быть очень внимательным. Пензенская область. Вообще интересная область. Прекрасный город Пенза. Люди замечательные. Ну, как в Башкирии, так и в Пензе. Вот эти ребята с палками портят все отношения. Так, вот Томская область. Вот мы проехали, это границу Томской области. Шум дорожного полотна, я думаю, слышно. Температура за бортом, это я открывал окно немного. Температура за бортом 30 градусов. А вот я чихаю. Вот так вот. Извините. Красивая природа. Никто не спорит. Дорожное полотно, конечно, я ожидал будет гораздо хуже. Но меня радует. Меня радует состояние дорог Томской области. Посмотрим на инфраструктуру. Живописная местность. Тут интересно, очень красиво, наверное, в зимний период. Когда снегопад, когда все в снегу. Деревья, в основном, как видите, березы. Березы, русские красавицы. Руководство Томской области следит за дорогой. Видно, как щели заливают битумом. То есть за дорогой следят. Ну, я говорю, было бы замечательно, если бы было хотя бы три полосы. С попеременным движением. Но сейчас стараюсь выбирать скорость такую, чтобы и картинка получилась без дерганий более-менее нормальная. И не плестись совсем как черепаха. Интенсивность движения не очень слабая. Ну, не средненькая так. Не очень интенсивная. Средняя интенсивность движения. Вот попутно нас идёт три автомобиля впереди. И сзади там штуки четыре, по-моему, было. Вот жёлтая была сейчас полоса или оранжевая. Все скажут, что оранжевая. Я говорю, жёлтая. Или наоборот. Да, красиво. Красивый ландшафт. Но оказаться там сейчас нужно иметь мужество. Потому что летающие насекомые вы имели возможность видеть, сколько их, когда я остановился протереть, помыть стекло. То есть мало не покажется. И если думаете, что может расстелить там какое-нибудь полотно или ещё что-нибудь... Ох, пролетело всё. Видите, вон они. И полежать отдохнуть, разочариваю, это у вас не получится. Вот, по-моему, в кабину залетел, в кабине начал летать кровосос. Ну, попал в историю. Когда пригнал автомобиль на мойку, на автомобиль всегда передаю помыв, чтобы был чистенький снаружи. Чтобы не кота в мешке, а тот, кто принимает автомобиль, мог посмотреть на повреждения, возможно, и так далее, и так далее. Не кота в мешке, а вот, пожалуйста, следы ДТП и так далее, если они были... И вообще, предлагаю всегда копию видео, чтобы владелец мог посмотреть на манеру движения, на скорость, на поведение на дороге. Чтобы у него не закралось мнение, что во время перегона автомобиль был убит подвесками, ходовая часть и так далее. Регулярно проверяю по утрам давление в колесах, в шинах. Потому что пониженное давление, это лишний расход топлива. Повышенное давление, это и износ резины, и отражается на жесткости, вибрация, на ходовой части, на подвеске. Стоит такая вещичка, она не очень копейки, очень дешево, но водителю просто необходимо. Не просто тупо посмотреть на колеса, спущены они или нет, а вот именно замерить давление. То, что требует инструкция, то, что требует производитель. Да, повторю, что вот такого количества насекомых, бабочек, я нигде не встречал. На трассе Уссури, это между Владивостоком и Хабаровском, тоже какая-то там аномальная зона. Кругом была температура, я ехал из Москвы, а из Екатеринбурга. Везде была температура, там что-то минус 5, минус 10, а подъезжая от Владивостока уже к Уссурийску, трасса М61, по-моему, Уссури, вот такое количество вот этих желеобразных насекомых. Там приходилось очень часто останавливаться, израсходовала почти всю жидкость. Жалко, конечно, для стекломых, но так они стекло загадили. Проедешь там буквально полчаса, час и стекло все заляпанное вот этими желеобразными такими потеками. Там очень много, то есть какая-то не то чтобы аномальная зона, а какая-то стоп-тропическая зона. Я говорю, если там температура была порядка минус 5, минус 10 на трассе, так вот вблизи Уссурийска там температура была что-то плюс 7, плюс 8. Ну, практически лето. У меня очень сильно поразил этот контраст, поразила эта разница в температуре. Микрофон ее регистратора говорит о фракции дорожного полотна. То есть грубая крошка, жесткая. Конечно, она уснуть не даст, но и в этом нет необходимости, потому что все это сказывается на ходовой части. Какая-то музыка играет, все четче и четче слышно радио FM. Вот хорошая придумка, когда на дороге перед каким-то участком, опасным или пешеходным переходом, или перекрестком, стали класть полосы как разметку, как стиральная доска. Езжаешь на нее и начинает трясти, и если вдруг у водителя состояние, что вот-вот уйдет в гости к богу сна, как его называют. Забыл название, но бог с ним. Вот моментально человек просыпается. Моментально. Более-менее оживает инфраструктура. Появляются и заправочные станции, какие-то здания. Что это такое, не знаю. Может моты строят, а может быть какой-нибудь торговый центр по продаже автомобилей. Сейчас обратил внимание, не очень далеко от города, на пустом месте, начинают строить громадные автоцентры, автомагазины. Вот такие фирменные. Я говорю, ну должен быть комплекс. 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 Несколько сразу строили. Если есть заправка, то должна быть и гостиница, и кафе, и баня, душ. В общем, весь комплекс. Если вы двигаясь по России на дальние расстояния, то будете проезжать в день. Но не надо 500 километров. Это много. Вы не успеете рассмотреть, налюбоваться красотой. 300-400 километров вполне достаточно. Остановиться на привал, на отдых, где-нибудь в каком-нибудь мотеле. Проехав, я не знаю, до Яркутска или до Якутска, вернуться назад, вы получите непередаваемое впечатление. Вот какая красивая дорога. Стройные деревья. По моим меркам для автотуриста, автопутешественника, если он двигается с семьей, это небольшие расстояния. Это порядка, ну, там, 300, как исключение, может быть, 400 километров. Это вот при перегонах не совсем нормально у меня. Значит, они нормальные. Там 800-900, там 1000 километров. Не видишь, не замечаешь красоты окружающей природы. А красота в России это вообще нечто. Практически любой регион взять, начиная от Мурманска, от Карелии, юг России, Сочи, Одесса. Не Одесса, а Ростов, Волгоград, Сочи. Вот этот регион. Вот заправки все чаще и чаще. И, значит, ну, до Магадана я не ездил, но до Якутска, Якутия, невероятной красоты регион. Невероятный. Если бы там еще устроить соревнования мирового значения, чемпионат мира, например, по лыжным гонкам, по зимним видам спорта, то, думаю, моментально бы сделали дорогу высшего качества. Там, я повторю, что есть отдельные участки, на трассе 1200 километров, по-моему, если не ошибаюсь. Но километров сто, это еще не доехали к городу Столска, но просто любо ехать. Хотел бы сказать, что заливуешься. Идеально ровное полотно. Вот атмосфера какая-то, такая энергетика в городе. Разметка червя. Отбойники. Очень... Машина не шелохнет. Спокойное движение. Ну, это группа 10, наверное, от всего участка. Умиротворяющая. Резко отличается от энергетики в городе Москве. Меньше суеты, меньше каких-то... Ну, меньше суеты. В общем, город мне понравился своей спокойной, какой-то доброжелательной атмосферой. И люди там... Вот я ночевал на вокзале в гостинице. Специально остался на ночевку, чтобы утром снять видео из окна поезда из Томска до Новосибирска и до Омска. Мне кассир подыскала такое место, нижнее, боковое, как я всегда выбираю. Подыскала это место. Я был крайне рад. В гостинице тоже встретили очень доброжелательно. Очень хорошо. Мне понравилась теплота. Отношение людей. Но то, что этот видеорегистратор, который все опохабил, все вверх ногами, это уже отдельная история. Но люди сделали... В общем, отношением персонала, населения в городе. Там выходил в магазин, несколько фотографий сделал. Очень доброжелательные, очень хорошие люди. Кстати, в следующей серии, заключительное движение по городу Томску. Ну и будет несколько слайдов, несколько фотографий, которые я сделал на вокзале. Ночью часов, наверное, в 11 местного времени я вышел на привокзальную площадь. Абсолютная пустота. Никого нет. Там дежурит одна-две машины, такси. Никого нет. Но это для меня... Мне очень понравилась эта тишина, спокойствие. Подчеркивает такую миролюбивую, добрую атмосферу в городе. Цены, скажу, в магазине заранее. Тоже отличаются, причем, значительно от цен в Москве, в Новосибирске, там, в других городах. На все виды продуктов. И на все виды продуктов, и товаров народного потребления. Цены там в Томске... Не поднимайте, если кто-то из Томска будет смотреть. Не надо поднимать. Это одно из привлекательных, скажем... Таких моментов вашего города. Мне город Томск понравился. Все громче и громче играет радио FM. Все ближе и ближе к городу. Ну, я думаю, еще, наверное, минут десять. И мы уже будем в городе. А сейчас просто пейзаж. Просто... Сосны, видите, такие все тянутся вверх. Стройные. Красивое место, красивый пейзаж. Солнце справа, поэтому идет подсветка правой стороны окна. Этого, к сожалению, я не видел во время движения. Вот сейчас жду с нетерпением, когда... С нетерпением услышать ваши оценки. Ваше мнение о видеорегистраторе. Я его буду называть видеорегистратор. Это подсказывает навигатор. Радар-детектор молчит. То есть, ни засад, по крайней мере, ни скрытого наблюдения, фотофиксации, видеофиксации не обнаружил. Дорожное освещение. Столбы появились. Кстати, по дорожному освещению вот проехал, с правой стороны стоял гаец, гаишник, ГИБДДшник, как хотите называйте. Вот, к сожалению, дорожное освещение только вблизи городов, к сожалению. Это здорово затрудняет движение ночью. Хотя я ночью вот только что проехали, с правой стороны могли заметить будку такую серую, но она не работает. Потому что радар-детектор молчит. Хоть я и не двигаюсь, не перемещаюсь по дорогам в темное время, я объяснял почему. Тем не менее, было бы дорожное освещение, но это дорогое удовольствие, согласен. Многие злопыхатели начинают хаять российские дороги, сравнивают с Германией, с Францией, с другими городами. Я бы хотел таким людям сказать, вы сравните дорожную сеть этих стран с дорожной сетью России. Тема штаба, которая у России в плане дорожного строительства, дорожных коммуникаций, нет ни у одной страны мира. И это еще учесть, что российские дороги, пока речь идет только о федеральных трассах, только о федеральных региональных дорогах, о дорогах местного значения я пока не говорю. Это очень дорогое мероприятие, но, по крайней мере, есть путь, куда двигаться нашим дорожникам. Видите, как бросает автомобиль вверх-вниз, то есть дорожное полотно не очень ровное. Впереди идущий автомобиль своим корпусом об этом тоже подсказывает. И трясет, и влево, и вправо. Автомобиль заворачивает, интенсивность движения возрастает. Это тоже один из признаков, что вблизи населенный пункт. Какой-то большой населенный пункт. Вот работает радар-детектор. Стоят камеры фото- и видеофиксации на скорость, на положение на трассе. Небольшие населенные участки, пункты вдоль дороги. Дома, может быть, это дача, загородные дома. Народ обживает территорию. Как они переживают, относятся к этим плетающим насекомым, кровососам, об этом я не спросил. Привыкают лили везде. Привыкают везде. Более-менее открытая местность. Слева поле и на горизонте лес. Справа домики. Обочина грунтовая. Грунтовка. Гравийная обочина. Но для кратковременной остановки вполне нормально. По крайней мере четко и ясно видишь, что справа у тебя обочина. Представьте себе, расширить ее в полтора-два раза, да еще положить асфальт. И какое возникнет ощущение, что вы двигаетесь по встречной полосе. Как-то в интернете я смотрел жуткую аварию в ночное время, в темное время суток. Двигался легковой автомобиль. Дорога была ледяная и снежная. И очень плохо просматривалась разметка. И в какой-то момент времени водитель, который был за рулем, пропустил момент, что ему нужно было принять право на свою полосу. А он, сам того не желая, двигался по встречной полосе. Вы знаете, мурашки по коже. И в этот момент резкий свет фар, лобовое столкновение с большим грузом. Я несколько раз просмотрел этот ролик. Да, там был смертельный исход, погиб водитель. Но это говорит о том, насколько опасно двигаться в темное время. Плохо видно разметки. Ты просто теряешь ориентацию, теряешь свое местоположение на дороге. Кажется, двигаешься в своей полосе, но в какой-то момент, может быть, там был снег, может быть, там был лед. И не заметил водителя, как со своей полосы оказался на встречной. Вот это, конечно же, жуткая авария. Несколько раз смотрел, просто не дай бог. За бортом скажу плюс 30. Очень высокая влажность. Тяжелый влажный воздух. Он что, пропускает меня или поворачивает? Но в любом случае, я ему бегнул аварийкой. Два раза потом. Вот приезжаю в Томск. Вот, въехали в город Томск. не пренебрегайте такими действиями если вам уступили дорогу там как-то подсказали на трассе или еще какую-то услугу оказали мигните пару раз аварийка вам не убудет и людям настроение поднимите поблагодарите это только благоприятнее скажется на на вашем настроении на настроении того кто вам помог кто вам подсказал много очень много дружелюбных водителей которые и подскажут и помогут но в семье как говорится сами понимаете как сказал президент вот он город томск то пост гаи проехали кажется но уже в городе мы уже в городе разметка тут конечно может только дорогу пока сделали но они обучены не разделительные я пока не наблюдают так чисто вот интуитивно вроде бы есть что-то с левой стороны но разметки к сожалению но разметки к сожалению я не вижу может вы видите вот мы в славном городе томске красиво до конца серии осталось порядка восьми минут пост гаи здесь тоже не вижу разметки возможно не хватило средств так мост да разметка есть но она уже изношена она изношена и и вот наверно сейчас я посмотрю по карте это река томе прибыла река томе и одноименное название города значит томск но сняли верхнюю часть дорожного полотна вот по этой причине по всей вероятности и нет разметки ну ладно по лдпр локаты владимир вольфович и здесь по той причине что готовится к ремонту дороги я так думаю не стали наносить разметку но я думаю аборигены скажут может быть в комментариях такая картина постоянно или или на самом деле я прав сотруднение только на светофоре должен сейчас увидел бабочку я вспомнил когда заехал на мойку вот под щелью между капотом и крылом несколько вот этих огромных шершней или оводы или такие огромные такие мухи попали в щель и погибли 950 метров плохая дорога ну у меня старая прошивка верить ей особо не надо я помню ехал когда объезжал в Пермь навигатор меня тащил бог знает куда вот хотя я ехал уже по давно принято в эксплуатацию объездной дороги надо перепрошивать но много что нужно сделать у меня был очень неудачный тариф интернета я намерялся ехать по Томску в программе ГИС 2 или 2 ГИС вот очень хорошая навигационная система но к сожалению скаченные города там сохраняются в течение двух недель затем информацию нужно обновлять а трафик был там очень ограниченный там по-моему один тариф был ограничен 1 гигабетом и уже находясь в Томске я увидел что у меня трафик весь израсходован отправляясь в поездку если будете использовать 2 ГИС имейте ввиду скачал обновление оно держится две недели затем нужно обновлять ну это один из финансовых моментов что ли система 2 ГИС как впрочем и на многих навигационных системах так вот он город вот он город живет спокойной размеренной жизнью наш маршрут подходит к концу желающие посмотреть на город Томск в следующей серии она будет коротенькая ну а те кто ознакомился с трассой и и нет необходимости нет интереса например смотреть на город собираетесь в поездку я желаю вам доброго пути и как говорят ни гвоздя ни жезла из запаса тормозного пути ну вот почти приехали осталось я не знаю метров 300-400 и буду ждать владельца автомобиля гаражи автосервис не знаю у меня Томск располагает высотные красивые дома новостройки город отстраивается и приобретает свой облик надеюсь судьба сложится так что может быть через год через два загадывать не буду вновь окажусь в этом замечательном городе но те кто больше не будет смотреть всего доброго но остальным а а а Продолжение следует...